Всем привет! В этом видео я попробую новый формат моделирования сначала в 3дмаксе, а потом то же самое я буду делать в блендере. И попутно делать разные пояснения о том, почему и как то или иное действие делаю. Этот урок больше ориентирован на новичков и на тех, кто хочет сравнить, как делается одно и то же в максе, например, и в блендере. Специально я выбрал для первого урока очень простой предмет. Этот предмет вот так выглядит. Это кружка просто. Я постараюсь работать все на дефолтных настройках по возможности и, соответственно, комментировать. Также вот здесь вот внизу вы будете видеть мои горячие клавиши. Для того, чтобы начать моделирование в 3дмаксе, в принципе, он у меня выглядит вот так, скорее всего, у вас выглядит точно так же. Нам нужно начать моделирование с создания примитивов. В принципе, это везде так будет. Поэтому мы просто идем в панель Create, выбираем цилиндр. Строим наш цилиндр. Настраиваем его. Для этого переходим во вкладку Modify. Так, и здесь у нас радиус, высота и нас интересует количество сегментов. Чтобы увидеть сетку, я нажимаю F4 и ставлю количество сегментов пока что 1 и количество сторон 16. Все остальное оставляем по умолчанию. Нам нужно сделать ручку. Я предлагаю делать это по отдельности, чтобы использовать тот принцип декомпозиции. Так, я перехожу во Front View. Нажимаю с зажатым контролом правую кнопку мыши. И у меня здесь есть примитивы. Либо иду опять сюда. Create. Переключаю в сплайны. Убираю line и строю линию. Я буду строить ручку с помощью сплайна. Мне кажется, это в принципе наиболее логично в данном случае. Вот так я построил. Нажимаю единичку, чтобы перейти к точкам. Теперь надо поставить наш цилиндр по центру, поэтому я нажимаю правую кнопку мыши по стрелочкам, сбрасываю в центр координат. Теперь я создаю, отдаю линию толщину. Для этого я иду в панель Modify и ищу вкладку Rendering, Enable in Renderer и In Viewport. Ну, нас интересует только Viewport. И ставлю толщину, ну, побольше. А в количество сторон я забью 8. Ну, примерно так, да. Можно в принципе попробовать и даже меньше, 4 либо 6. Ну, давайте 6 попробуем. Мне кажется, 6 тоже подойдет. У меня еще, пока еще есть возможность подправить. То есть, это у нас получился такой некий блокинг. Блокинг, если вы не знаете, это такое примитивное построение модели для того, чтобы проверить все основные пропорции и прочее до того, как углубляться уже в собственное моделирование. Ну, я подправлю пропорции. У меня нет цели сделать идеальную кружку. Моя цель просто показать какой-то основной примитивный инструментарий. Следующее, что мы делаем. Мы добавляем здесь сегменты, чтобы было более удобно его, как бы, приконнектить. Можно сделать это с разными методами. Перейдем вот в цилиндр, панель модификаторов. И нужно сконвертировать теперь в Editable Poly. Либо наложить Editable Poly. Я сконвертирую. Правая кнопка мыши, конверту, Editable Poly. Есть, готово. Теперь нам надо вызвать инструмент Swift Loop, который находится в панели Ribbon. Мне надо ее показать. Поэтому я иду с Customize, Show UI, Show Ribbon, Modeling. Теперь мне ее надо найти. Для этого надо, наверное, перейти в режим какой-то. В режиме Edit, Swift Loop. И вот мы можем теперь добавлять наши точки. Насколько я знаю, в Max нет хотки по умолчанию для этой функции. Нам нужно, как бы, врезать модель. Можно это сделать с помощью булина. Но в Max давайте просто сделаем по старинке, с помощью ката. Инструмента ката. На самом деле здесь, наверное, проще будет сделать немножко по-другому. Да, давайте сделаем по-другому. Я сконвертирую сейчас вот эту линию в Editable Poly. Так, я использовал горячую клавишу, но ее на самом деле нет. Это надо идти сюда. Cover to, Convertable, Editable Poly. Все, я это сконвертировал. Теперь мне опять нужен Swift Loop. Ну, мне так удобней. Либо мы можем просто сделать по-другому. Вот так вот выделить с Shift, либо вот так Loop. Точнее, Link Selection сделать. Потом правой кнопкой нажать, выбрать Connect. Окей. Здесь то же самое. Connect. Окей. И теперь удалим все вот это вот, то, что мы подгоняли. Переднем полигоны. Немного мне тяжело работать без горячих клавиш, но я попытаюсь. И нажимаю Delete, чтобы удалить. То есть, идея какая? Я здесь сейчас добавлю точки и потом сделаю Bridge. Отжимаем, чтобы можно было выделить объект. Опять идем в Modify. Нажимаем Alt, чтобы активировать инструмент. Нож. И просто нарежу. Ну, это один из вариантов. На самом деле, можно по-разному это сделать. Затем я перехожу в полигоны, выделяю эти полигоны. Удаляю их. Как бы, на самом деле, этот урок, он больше рассчитан, наверное, на пользователя Blender. Поэтому давайте ускоримся. Теперь нам надо, получается, приатачить один объект к другому. Так, это делается с помощью правой кнопки мыши. Оттач. Выбираем тот объект, который мы хотим приаттачить. Теперь нам нужно выбрать Тутеджи, Тутеджи и сделать Bridge. И он перекрутился. Давайте выберем Bridge с настройками. Ладно, у нас не получилось. Не совсем понятно, почему. Давайте выделим все, кроме одного Edge. Так, вот так. И сделаем Bridge опять. Вот, сейчас все нормально. И, наконец, последний. Можно выбрать вот этот Borders. Нажать кнопку Cap. То же самое делаем с нижним. Пробуем сразу, кстати. Вот два Cap'а выбрали. И Bridge. Вот, здесь получилось. Здесь у нас, кстати, вышел End Gone. Но, мне кажется, что ничего страшного не будет. Сейчас мы попробуем сглаживание сделать. Кстати, вот этот вот Edge Loop, который у нас был, который я добавил так, честно, случайно. Мы ее просто сможем убрать. Для этого надо нажать Ctrl Backspace. Так, и теперь сделаем глубину. Так, F3, чтобы видеть насквозь. Ну, такая примитивная кружечка. Ее, конечно, можно дорабатывать. Так, и теперь давайте добавим Turbo Smooth, чтобы посмотреть, как она выглядит сглаженная. Добавляем еще. Видим, что у нас здесь идут потяжки. Вот здесь. Это от того, что у нас нет ограничивающих лупов снизу. То есть, вот здесь. Поэтому мы добавим... Так, спокойно, не горячими клавишами. Надо зайти опять. Выбрать Swift Loop. Так, так. И можно катом, например, подрезать сюда и сюда. Тут опять же многоугольник, но пока это не критично. Ну, в принципе, вот такая у нас почти сносная кружечка получилась. Давайте еще дно подрифтуем. Я не знаю, это, кстати, стандартная горячая клавиша, но вроде да. Так, подмасштабируем. Добавить сюда надо Loop. Я сделаю это через чемфор. Так, ну, собственно, вот и все. Тонковато получилось. Так, опять я случайно нажимаю свои горячие клавиши, так что не обращайте внимания. Мы все нажимаем вот сюда мышкой. Не забывайте. Так, все устроено. Так, и... Опять же, надо Swift Loop использовать... В общем, вы поняли, где он находится. Я его буду использовать в горячей клавиши, потому что это... Невозможно лазить постоянно туда. Это мы попробуем сделать... Connect не, не работает. Тогда нам надо просто вот так вот. Ну, просто руками порезать. Все еще толстое, то есть тонкое. Добавим здесь. Так, ну, пойдет. Вот такая кружечка. Сейчас оно поправим. Еще раз повторюсь, это видео не нужно для того, чтобы, ну, как бы, subdiv учить там или чего-то такого. Это чисто так. Просто показать инструментарий. В общем, вот, кружечка у нас получилась. Тут можно еще поиграться, то есть, настраивать толщину. Например, это можно сделать уже по спактум. Например, мы можем выбрать вот этот Loop. Потом нажать Grow, Grow, Grow. И потом наложить модификатор, например, Push. И так вот, ручку подтюнить. Все, пойдет. Я думаю, зеленая кружечка готова. Такой у меня был пример. Ну, она, конечно, не супер похожа, но пойдет. И так, сделаем теперь все то же самое в Блендере. Так будет выглядеть сцена во время первого старта. Также вы увидите сплэш-скрин, на котором сможете выбрать свои первоначальные настройки. Я рекомендую выбрать настройки, как у меня. Select with mouse button left и Spacebar action tools. Я больше ничего настраивать не буду, буду работать полностью в дефолтном Блендере. Давайте начнем с того, что я расскажу, как здесь навигироваться в 3D-пространстве. Для навигации используется средняя кнопка мыши для вращения. Shift и средняя кнопка мыши для панорамирования. Scroll для зума. Либо Ctrl со средней кнопкой мыши. Для такого непрерывного зума. Соответственно, клавиши на нампаде переключают виды. Точка на нампаде позволяет фокусироваться. То есть, это аналог Z в Maxi и F в Maya. Я рекомендую потом в будущем эту клавишу куда-нибудь переместить поближе. Но сейчас я буду работать в дефолтных настройках. Также по тильде, если у вас настройки, как у меня, вот такое будет вылазить PyMenu, которое мы сможем выбрать, например, Top. Вот так. Еще одна возможность, это при зажатом Alt и средней кнопке мыши мы сразу выбираем соответствующий вид. Например, верхний. И можем вот так вот их как бы листать. Это все, что касается навигации на данный момент. Давайте все удалим. Для этого я нажимаю клавишу A, чтобы выделить все. И Delete, чтобы все удалить. Затем мы создаем объекты. Объекты тут создаются либо через меню, вот здесь, Add, либо с помощью горячей клавиши Shift-A. Добавляем цилиндр. Наш цилиндр имеет вот здесь вот сразу настройки. Нам надо открыть это окно. Но если мы куда-нибудь кликнем, то все, они пропадут. И ничего уже настроить нельзя будет практически. Там можно вызвать JustLastOperation. Называется эта функция. И тогда эта менюшка вылезет снова. Ну, нам, наверное, проще будет сразу все настроить. Имейте это в виду, это такая особенность. То есть, когда мы создаем, вот здесь появляются настройки. И нам нужно сразу внести те изменения, которые нас интересуют. Ну, я подставлю 16 граней. И, в принципе, все. Чтобы редактировать этот меш, я нажимаю Tab. И я перешел в режим редактирования. Все, никаких конвертов в Editable Poly нет. Ничего такого нет. Считайте, что объект после создания практически сразу конвертируется в редактируемую сетку. Выберу полигон. Они переключаются в числе 1, 2, 3. Либо вот здесь вот наверху. Ну, естественно, горячие клавиши наши. Все, поэтому будем использовать. Так, следующий момент это инструменты. Вот здесь вот слева вы видите кучу инструментов. Вы можете пользоваться ими. То есть, нажимая сюда. Либо горячие клавиши. Чуть-чуть тут будет логика работы и то, как она будет выглядеть, чуть-чуть по-разному. Но принцип и суть инструмента будет одна и та же. То есть, если я, например, выбираю здесь Extrude, то вы видите, здесь появляется гизма. За него тянешь. И так далее. То есть, в принципе, тут все достаточно интуитивно понятно. То есть, плюсик добавляет сегмент, а стрелочка позволяет настраивать высоту. Я сделаю сейчас отмену. Выберу опять инструмент выделения. И сделаю это то же самое с помощью горячей клавиши. Это клавиша I. Как вы видите, активируется режим, в котором я мышью просто управляю длину. Еще раз надо. Нажимаю I. Здесь появляются настройки, чтобы я мог поменять их уже после того, как я применил этот инструмент. Но инструменты, грубо говоря, одноразовые. То есть, после того, как вот это окно пропадет, я там сделаю другое действие, я уже вернуться к нему не могу. Но зачастую это и не надо. Для обычного моделирования можно нажать Ctrl Z. Так. Вернемся к нашему объекту. Я немного отвлекся. Давайте поднимем его на некоторую высоту. Двигать мы можем либо с помощью, опять же, горячей клавиши G, что означает Grab. И видите, я могу перетаскивать. Чтобы указать направление, я могу нажать на клавиатуре Z, чтобы показать, какая ось. Либо могу средней кнопкой мыши просто направление движения. То есть, я зажимаю среднюю кнопку и вот туда вот машу вверх. Что у нас получается? То же самое. Это довольно удобно и быстро можно настраивать таким образом. Следующий момент это то, что мы то же самое могли сделать с помощью гизма, стрелочек. Выбираем инструмент стрелочки и можем двигать. Мы настроили наш цилиндр. Давайте теперь будем двигаться дальше и создадим тут лупы. Для того, чтобы создать лупы, будем использовать инструмент, похожий на Swift Loop. Он называется, называется Ctrl R, называется Loop Cut and Slide. Теперь я выберу вот это ребро и нажму Shift D, чтобы скопировать его. Таким образом, у меня будет ребро отдельно от всего объекта. В блендере это возможно. Потом я отделю это ребро в отдельный объект, нажав клавишу P, выделю этот объект, зайду в режим его редактирования и экструдирую вертексы отдельно. Выберу все, пододвину тем же методом, что я и пользовался. И вот так я набрасываю будущую нашу ручку. Сделаем скругление. Это делается через Bevel. Есть отдельный режим Bevel для вертексов. Либо сразу его активируем, нажимая Ctrl Shift B. Да. Либо мы можем просто нажать Ctrl B. И тут вот внизу вы видите целую кучу подсказок. И вот одна из них, V, надо нажать на клавиатуре. Также интересно, что все эти инструменты, которые я перечислил, можно найти теоретически здесь, но этим я практически не пользуюсь. Это, кстати, T-панель. Скрывает и показывает эту панель. И есть еще важная N-панель, которая тоже показывает кучу разных полезных, но сейчас нам не нужных данных о свойствах. Например, координаты. Когда я это сделал, я хотел бы поговорить немного о том, как вы можете вызывать эти функции. Эти функции, я имею ввиду, как бы операции над вертексами, эджами и полигонами. Они могут быть найдены вот здесь. Либо по горячим клавишам. Соответственно, Ctrl V это вертексы, Ctrl I это эджи, Ctrl F это фейсы. Довольно удобно. Причем, вне зависимости от того, где вы находитесь, вы можете вызвать любую из этих операций. Поскольку для блендера, в принципе, не особо важно, какой сейчас конкретно режим выделения стоит. Он может оперировать с ними со всеми. Он на лету конвертирует выделение, скажем так. Я хочу разделить, добавить здесь точку, вот на этом ребре. Для этого я, так как это эджи, выберу Ctrl E и Subdivide. Subdivide делит его по пламмам и, соответственно, добавляет точку. Для разнообразия я сейчас выберу, включу Gizmo и подвигаюсь с помощью него. Ну, собственно, такой прототип ручки у нас готов. Давайте его немножко подредактируем. Это желательно делать на вот этом этапе, такой себе блокинг. Я, кстати, часто пользуюсь именно вот таким проволочным режимом. Превратим ее в сплайн. Для этого можно вот сюда зайти в Object. Convert to Curve from Mesh Text. Теперь это у нас кривая. Это я сделал для того, чтобы можно было задать толщину у кривых, а не она легко задается. Переходим вот сюда, вот в настройки, Properties. И теперь нам надо найти раздел Geometry и сделать Bevel. Можно здесь сейчас задать толщину. И опять мы можем конвертировать это в Convert to Mesh from Curve. Теперь вот у нас вот этот объект, это уже опять Mesh. И для того, чтобы было чуть поинтересней, давайте сделаем немножко по-другому. Я забулиню ручку внутрь, а потом почищу Mesh. Единственное, что я хочу ее чуть-чуть утолщить. Выделяю все. И инструментом Alt-S, который называется Shrink Flatten, который является, в принципе, аналогом Push'а по нормальным, вертексам. Я делаю утолщение, скажем так. Так, ну, в принципе, все. Такая кривоватая ручка получилась, но ничего. Маленький момент. Вот я хочу сейчас уменьшить ее высоту. И вы видите, что что-то идет не так. Почему так происходит? Потому что в Blender по умолчанию выделение работает таким образом, что выделяется только то, что мы видим. Если мы чего-то не видим, то мы не выделяем. Соответственно, сейчас я могу выделить только то, что вижу. А обратная сторона не выделяется. Как быть в этой ситуации? Надо перейти в режим, в котором это будет видно. Нажав Alt-Z, например, тогда объекты становятся прозрачными, и выделение работает сквозь все. Это вот такой нюанс. Большое отличие от Max, в котором все наоборот. Там нужно постараться, чтобы не выделять задние полигоны. При этом очень легко выделять все насквозь. Здесь же, чтобы выделять все насквозь, надо пользоваться режимом выделения, таким, когда мы все видим насквозь. Либо, например, в Airframe. В этом режиме мы тоже сможем выделять. Все. Ну, поскольку мы видим насквозь. Так, и давайте теперь забулиним. Идем в этот объект, идем в панель модификатора, вот сюда. Добавляем модификатор, булинь. И выбираем наш объект. И выбираем Union. Теперь получается, что в нашем объекте уже есть эта ручка, и мы можем, в принципе, скрыть этот объект. Он нам уже не нужен. Ну, собственно, и все. Теперь давайте сколлапсим этот модификатор. Apply. Вот и здорово. Немножко я промахнулся. Видимо, я двигал. Но это не беда. Выделим весь луп. И смотрите, можно свелдить, в принципе, вручную. Выделить две точечки, вот так. Так, у меня камера улетела. Нажимаю точку на панель, чтобы сконцентрироваться на ней. И нажать M, то есть Merge. И можно выбрать кучу всего. Нас интересует At Last. Потому что мы последним выбрали то, куда мы хотим. Выделяем. И выбираем последний. Теперь я хочу выбрать, но не весь луп, а часть лупа. Для этого я могу нажать, например, с контролом. Это тип выделения называется Big Shortest Path. То есть выбор кратчайшего пути. Отделю то, что мне не надо. И теперь я хочу по вот этой точке выровнять. Вот я двигаю. И с зажатым контролом я включаю привязку. Но привязки у меня не активированы. Здесь наверху они настраиваются. Выберем Vertex. Ну и все. И по идее с зажатым контролом активируется привязка. Когда я контрол отпускаю, привязка выключается. Вот я и выровнял. То же самое сделаем с этим объектом, но по-другому. Вот эти два этжа я просто растворю. Выбираем Dissolve Edges. Вот они исчезли. Выберем Loop. И опять же настроим по нашим точкам. Выделим вот эти две точки. И нажмем J, чтобы объединить их. J-Join означает. То есть мы просто прорезаем насквозь. Интересная функция. Она позволяет, например, вот так даже соединить сквозь. Все. Очень удобно иногда бывает. Основа у нас готова. И теперь лишь остается довести модель до ума. Необходимо добавить ограничивающие лупы вокруг. И сделать более красивую разводку сетки. Давайте сделаем это каким-нибудь новым инструментом, которым мы еще не пользовались. Переходим в боковой какой-нибудь режим. И активируем нож. Нож это Knife. Вызываем нож. С помощью нажатия клавиши K. То есть Knife. Мы вызываем этот инструмент. Вот здесь, внизу, как со многими инструментами, вы видите множество подсказок. Нас интересует Constraint по углам. Это C. И резать насквозь. Это Z. Поэтому нажимаем C и Z. И потом нажимаем Enter. Сделаем здесь то же самое и здесь. Ну и здесь. И добавляем лупы. Вот. Я добавил дополнительные лупы. И теперь соединим вот эти точки, чтобы топология у нас была более правильная с точки зрения Subdivision. Точнее моделирование под Subdivision. Давайте сделаем глубину. Перейдем в полигоны. Сделаем Inset. Inset. Ну как вы уже догадываетесь, это клавиша I. Потому что в Blender многие команды по умолчанию называются так, как называются инструмент. Потом мы делаем Extrude. Это I. И чтобы видеть насквозь, я нажимаю горячую клавишу Alt-Z. Так я могу контролировать глубину. Отлично. Давайте добавим еще один луп с помощью Inset. Еще один луп с помощью LoopContentSlide. Inset. Inset. Так. Предлагаю накинуть сглаживание. Посмотреть, что получается. Можно это сделать через панель модификаторов. Добавить модификатор. Можно горячей клавишей Ctrl-2, например. Сразу накидывается модификатор. И выставляется его второй уровень Subdivision. Можно третий, можно первый. Можно нулевой, для этого надо нажать ноль. Второй нам подходит. Сразу видим, что вот здесь сглаживается некорректно. Слишком узко. Это от того, что у нас нету Support Edge. Я предлагаю их набрать новым образом. Не таким, как мы делали. Сделаем с помощью инструмента Bevel. Ctrl-B. Увеличим количество сегментов курсором. И тут внизу вы видите подсказки. Мне нужно профиль. Нажимаю клавишу P. И могу уже регулировать профиль. Чтобы было понятно, что я сделал. Мы можем выключить пока что показ. И посмотреть на сетку. То есть, с таким профилем оно прям работает, как с Support Edge добавляет. Тем же самым способом мы можем здесь добавить. Ctrl-B. И он запомнил наши последние настройки. И сделал как положено. А вот нижнюю я хочу добавить еще одним новым способом, чтобы показать инструментарий. Это тот же самый Ctrl-R. Loop and Slide. Но что тут интересно. Видите, что он повторяет сейчас больше как бы... Куда вот я веду? Ту форму он и повторяет. Однако мы можем сразу его законстрейнить. Для этого мы можем включить режим Even. А клавишей F я выбираю тот луп, к которому он пытается быть равномерным. Вот внешний, вот внутренний. И вот мне интересует вот этот. Посмотрим, как это выглядит со сглаживанием. Ну и теперь мы видим, что нам еще мешает... Вот это фасетчатость. Она образуется от того, что у нас весь объект Shaded Flat. То есть он фасетчатый. Чтобы сделать его Shaded Smooth, нам надо просто нажать Ctrl-F, чтобы перейти в настройки фейсов. Давайте я продемонстрирую, что это можно сделать даже, будучи в режиме вертекса. Ctrl-F. И выбираем Shade Smooth. Вуаля. Наши все полигончики сгладились. И теперь мы видим вот такую более сглаженную форму. Можно попробовать сделать, кстати, Relax, чтобы разгладить сетку в этих местах. Может быть тогда она будет более интересной. Для этого перейдем к Vertex и Smooth. Vertex. Вот такой вот себе Relax получается. Можно даже вот этот центральный луп вообще удалить. Горячие клавиши Ctrl-X. Вот. И получится у нас такое более закругленное сопряжение. Так мне форма больше нравится. Для интереса мы можем поменять там MatCup на какой-то более красивый. чтобы посмотреть на нашу модельку. Вот такая получилась у нас кружечка. В принципе, основы, которые я хотел показать, я показал. Давайте еще раз посмотрим на сетку. Она выглядит вот так, достаточно просто. Какую обратную связь мне было бы интересно получить? Как вообще такой формат? Интересен ли он? Есть ли смысл продолжать? Было ли полезно? Суть этого урока было не столько сравнение, сколько просто желание показать, как рабочий процесс делается в одной программе и делается в другой. Причем один и тот же. Уже сам зритель может выбрать, собственно, что ему смотреть и выводы он пусть делает сам. Что касается дальнейших, вы можете приложить в комментариях то, что бы хотели смоделировать или увидеть, точнее, чтобы я смоделировал. Ну, идеи для следующих уроков также приветствуются. Ну и вообще интересное мнение. На этом все. Всем удачи и пока.